Беседа 26. Рим. 14.14 Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Апостол, сделав сперва запрещение осуждающему брата и отклонив его от укоризны, переходит потом к наставлению и спокойно получает более слабого. Показывает здесь великую кротость. Он не говорит, что этот будет наказан, не употребляет даже и подобного выражения, но чтобы лучше убедить его в справедливости своих слов, только освобождает его от страха в этом деле и говорит, я знаю и уверен в Господе, что нет ничего в самом себе нечистого. Потом, чтобы кто-нибудь из неверующих не мог возразить, какое нам дело, что ты убежден, ведь ты еще не настолько для нас достоверен, чтобы слова твои предпочесть самому закону и тому, что возвещено нам свыше, апостол и присовокупляет в Господе. То есть я узнал это от Господа, он сам удостоверил меня в этом. Значит, это приговор нечеловеческого ума. Но скажи, в чем ты уверен и что знаешь, что нет ничего в себе самом нечистого? Ничего нет нечистого по природе, говорит апостол, но делается нечистым от воли употребляющего. И для него одного бывает нечисто, а не для всех. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Почему же не исправить брата, чтобы он не считал чего-либо нечистым? Почему не употребить всей своей власти, чтобы отклонить от этой привычки и мнения, признавать что-либо нечистым для всех? Боюсь, отвечает апостол, чтобы не огорчить его. Почему и добавляет, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Замечаешь ты, как он старается сперва привлечь его к себе, показывая, что имеет к нему такое большое внимание, что дабы не огорчить его, не решается приказывать даже вполне необходимого. Но лучше хочет привлечь его снисходительностью и любовью. И даже после того, как рассеял страх его, он привлекает не силою и не принуждает, но предоставляет ему полную волю, потому что не одно и то же отклонить от употребления пищи и причинить огорчение. Видишь ли, сколько он заботится о сохранении любви. Он знал, что любовь может все исправить, а потому и требует здесь от слушателей большего. Не только не должно вам, говорит, доводить их до крайности, но если бы требовалось сделать снисхождение, то не должно бы и от этого отказываться. Поэтому и добавляет, не губи пищею твоей того, за кого Христос умер. Неужели ты не считаешь брата стоящим того, чтобы посредством воздержания от пищи приобрести его спасение? Христос не отказался сделать ради него рабом и умереть, а ты для его спасения не соглашаешься отказаться от пищи. Хотя Христос и знал, что не всем принесет пользу, однако же исполнил свое дело и умер за всех. А ты знаешь, что ради пищи губишь его в более важном. И несмотря на это споришь, считаешь презренным того, кого Христос признал достойным в столь великих почестей. Бесчестишь того, кого он возлюбил. Христос умер не только за немощного в вере, но и за врага. А ты для немощного в вере не хочешь воздержаться от пищи. Христос совершил самое великое дело, а ты не хочешь сделать малого, хотя он владыка, а ты брат. Этих слов достаточно для того, чтобы вразумить и немощного в вере, так как видно, что он малодушен и, получив от Бога великие дары, не жертвует и малым. Да не хулиться ваше доброе, ибо царствие Божие не пищи и текие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Под именем Благо апостол разумеет здесь или веру, или надежду на будущее благо, или совершенное благочестие. Ты не только не помогаешь брату, говорит апостол, но заставляешь хулить самое учение. Божий благодать и дар. Всякий раз, как ты споришь, упорствуешь, огорчаешь, раздираешь церковь, укоряешь брата и обходишься с ним враждебно, тогда внешние хулят так, что от этого не только ничего не исправляется, но и делается все совершенно противоположное. Ваше благо состоит в любви, в братстве, в единении, в союзе, в жизни мирной и кроткой. Потом апостол опять, чтобы освободить одного от страха, а другого от упорства, и говорит, царствие Божие не пищи и текие. Неужели этим мы можем достигнуть благополучия? И в другом месте, говорит он, едим ли ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Здесь нет нужды в доказательстве, а достаточно лишь сказать. Смысл же апостольских слов такой. Если ты ешь, то неужели это ведет тебя в царство? Укоряя за то, что считает это важным, апостол упомянул не только о пище, но и о питье. Итак, что же вводит в царство? Правда, мир, радость, добродетельная жизнь, братский мир, которому противится эта любовь к спорам, радость, происходящая от согласия и нарушаемая этой враждою. Это сказано апостолом не одной из двух сторон, но обеим, так как благовременно было это сказать и тем, и другим. Потом, после слов «мир и радость», а мир и радость бывает и в худых делах, присовокупил в духе святом, погубивший брата нарушил мир и радость и обидел его больше, чем похитивший у него деньги. И что еще хуже, другой спас, а ты оскорбляешь и губишь. А как скоро пища и мнимое совершенство не вводят в царство, а приводят к тому, что противоположно этому царству, то как же не следует пренебрегать малым, под условием утвердить великое. Потом, так как укоризны происходили частью и отщеславие, апостол говорит, «Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Все будут удивляться в тебе, не столько совершенству, сколько миру и согласию. Последним благом воспользуются от тебя все, а первым никто. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Первое, сохранять мир, относится к немощным, а последнее, к соблазняющему брата, чтобы он не поколебал его в вере. Впрочем, апостол сказал, ко взаимному назиданию отнес эти слова вообще и к тому и другому, и показал, что без мира трудно назидать. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто. Но худо человеку, который ест на соблазну. Делом Божьим он называет спасение брата и усиливает страх, доказывая, что соблазняющий брата делает противное тому, о чем заботится. Ты не только не созидаешь, как думаешь, говорит апостол, но разрушаешь, и при том не человеческое дело, а Божие. Не для чего-либо важного, но для маловажной вещи, пищи. Потом, чтобы такой снисходительностью не утвердить брата в худом настроении, он опять излагает общее положение. Либо все чисто. То есть, но плохо тому, кто ест на соблазн, то есть с лукавой совестью. Таким образом, если ты станешь принуждать, и он станет есть, то не будет в этом никакой пользы, потому что не я, что делают нечистым, а расположение, с каким ешь. Потому, если ты не исправишь расположение, то весь твой труд напрасен, даже вреден. Ведь ни одно и то же считать что-нибудь нечистым, и считая нечистым, есть. В последнем случае ты грешишь вдвое, усиливая своим упорством предрассудок, и заставляя есть нечистое. Таким образом, пока не убедишь, да то ли не принуждай. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Опять апостол требует большего, не только не принуждать, но и оказывать снисхождение. Так и сам он поступал нередко, именно, когда обрезывал, стриг волос и приносил иудейскую жертву. Он не говорит слабому, делай, но предлагает это в виде своего мнения, чтобы слабейшего не сделать еще более беспечным. И что же он говорит? Лучше не есть. Говорит о мясе. Воздерживайся также от вина и от всего, что только служит соблазном, потому что ничто не может быть наравне со спасением брата. Это и показал Христос, который сошел с небес и все претерпел ради нас. Что не претерпел? Смотри же, как апостол вразумляет и другого, говоря, притыкается или соблазняется или изнемогает. Не говори мне, продолжает он, что это безрассудно, но помнишь, что это может и исправить. Для тебя достаточное оправдание в том, что ты помогаешь немощному, а себе немало не вредишь, так как твой поступок не лицемерие, но созидание и избережение. Если ты будешь принуждать его, он станет противить и осуждать тебя, еще более утвердиться в том, чтобы воздерживаться от пищи. А если окажешь ему снисхождение, то он сначала полюбит тебя, без всякого подозрения будет слушать твое учение, и наконец ты получишь возможность незаметно посеять в нем правые догматы. А если он сразу возненавидит тебя, то ты заградил вход словам своим. Итак, не принуждай брата, но сам воздерживайся для него, воздерживайся никак не чистого, но потому что он соблазняется, и что больше полюбить, полюбить тебя. Так повелел и Павел, говоря, ты имеешь веру, имея ее в себе сам, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Здесь, кажется мне, апостол слегка намекает на тщеславие более совершенного в вере. Смысл слов его таков. Ты желаешь доказать мне, что ты во всем исправен и совершен? Не доказывай мне, а довольствуйся свидетельством совести. 807. О вере же он говорит здесь не в отношении к догматам, а в отношении к предмету рассуждения. О ней сказано устами исповедует ко спасению. Также кто отречется меня перед людьми, того отрекусь я. Она постыдит тебя, если ее не исповедуешь, она посрамит, если исповедуешь не вовремя. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Опять апостол наносит удар более слабому и доказывает, что для него довольное одобрение совести, хотя другой человек и не увидит твоего блаженства, но ты в самом себе будь доволен своим блаженством. Так как апостол сказал, в себе самом имей, то чтобы ты не почел этого суда малым, утверждает, что оно для тебя лучше вселенной. Хотя бы и все обвиняли тебя, но если сам ты не осуждаешь себя и совесть не укоряет, ты блажен. Но апостол не о всех без исключения дал такой отзыв. Много есть людей, которые сами себя не осуждают, хотя и весьма грешно. Эти несчастнее всех. Но пока апостол держится настоящего своего предмета. А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Опять апостол увещевает щадить немощного. Какая польза есть сомнением и осуждать самого себя. Я одобряю того, кто ест и ест без всякого сомнения. Видишь ли, как он ведет его к тому, чтобы не только ел, но и ел с чистой совестью. Потом объясняет и причину, по которой осуждается, присовокупляя не по вере. То есть осуждается не потому, что не чисто, но потому, что не по вере, так как не был уверен, что это чисто, но думал, что прикоснулся к нечистому. А этим апостол вразумляет их, сколько они делают вреда, принуждая других без предварительного убеждения прикасаться к тому, что по их мнению не чисто, и желает, хотя этим удержать их от укоризны по отношению к немощным вере. Ибо все, что не по вере, грех. Когда говорит он не убежден и не верит, что чисто, то как не согрешить ему? Все же это говорится Павлом относительно настоящего предмета, а не вообще. И смотри, сколько он заботится, чтобы не соблазнить другого. Выше говорил, если пища соблазняет брата твоего, то ты уже не по любви поступаешь. А если не должно огорчать, тем более не должно соблазнять. Еще не разрушай дело Божие ради пищи. Если разорить церковь и преступно нечестиво, то тем более разорить храм духовный, ведь человек честнее церкви, так как Христос умер не за стены, а ради этих храмов. Итак, будем со своей стороны во всем осмотрительны и не подадим никому и малого повода для нападения на нас. Настоящая жизнь есть поприще, повсюду необходимо иметь множество глаз и не должно думать, что для защиты достаточно неведения. Возможно, вполне возможно из-за неведения подвергнуться наказанию, если оно непростительно. И иудеи были в неведении, однако же их незнание не было поставлено им в извинение. И язычники были в неведении, однако и они не имеют оправдания. Когда не знаешь того, что знать невозможно, ты не подвергнешься обвинению. А когда не знаешь того, что можно и удобно тебе знать, то подвергнешься крайнему наказанию. Вообще же, если мы не будем слишком беспечны, но употребим все зависящее от нас самих все меры, то Бог подаст нам руку и в неизвестном. Так Павел говорил телепийцам. А если что иначе мысль то, то и сие вам Бог откроет. Когда же мы не хотим совершить того, что в нашей власти, то лишимся и этого содействия. Так и случилось с иудеями. Посему для них и говорится в стритчах, говорит Христос, что они видя не видят. Матфея 13, 13. Как же они видя не видели? Видели изгоняемых бесов и говорили бес в себе, видели воскрешаемых мертвых и не поклонились Христу, но замышляли убить его. Не таков был Корнилий. Так как он тщательно делал все то, что от него зависело, то Бог приложил ему и все остальное. Потому и не спрашивая, почему Бог призрел такого-то язычника, который был добр и справедлив. Во-первых, людям невозможно знать, кто справедлив, а это известно тому, кто образовал сердце каждого. Потом можно сказать и то, что этот язычник часто сам не заботился и не старался. Но как скажешь, он мог делать это, как скоро он человек простой? Обрати однако же внимание на этого простого и скромного человека и узнай его в делах житейских, и ты увидишь, что он употребляет здесь большую старательность и что если бы он захотел употребить ее и в делах духовных, не оказался бы оплошным, так как истина яснее солнца. Куда бы кто ни направился, удобно достигнет своего спасения, если захочет быть внимательным и не будет почитать спасение делом маловажным. Ведь ни одной Палестиной ограничены такие дела. Не заключены же они в одном небольшом уголке вселенной. Разве ты не слышал, что говорит пророк, что все познают меня от мало даже до великого? Иеремия 31-34 Не видишь ли ты, что действительность доказала справедливость этого? Какое извинение могут иметь те, которые видят, что учение истина распространилась всюду? И не любопытствует и не заботится узнать его? 809 Ты скажешь, неужели ты требуешь этого спаселянина и варвара? Не только спаселянина и варвара, но и от того, кто оказался и грубее нынешних варваров? Скажи мне, почему в делах житейских обижаемый умеет возразить, подвергающийся насилию противодействовать? И вообще всякий делает и совершает все, чтобы не понести даже малого вреда, а в делах духовных не наблюдают того же самого тогда тратят деньги обнаруживать сильный страх и никто не бывает нерадивым в простоте своей, а когда надлежит взыскать истинного Бога, тогда мне напоминает о простоте и неведении. Не так это, нет, но виной всему наша беспечность. Кого ты считаешь более простыми и грубыми? Современников ли Авраама или своих? Очевидно, что современников Авраама когда было легче найти благочестие тогда или теперь? Очевидно, что теперь теперь у всех уже возвещается имя Божие, пророки предрекли, события уже совершились, и язычество изобличено, а тогда большая часть людей оставалась без учения, грех владычествовал, закон не был воспитателем, не было ни пророков, ни чудес, ни учения, ни множества знающих Бога, и ничего другого тому подобного, но все лежало как бы в глубоком мраке в безлунную и зимнюю ночь. Но однако тот удивительный благородный муж при стольких затруднениях познал Бога, упражнялся в добродетели и возбудил многих к такой же ревности, хотя при этом совсем не был опытен во внешней мудрости. Да и как и где он мог научиться, если самым письмен не было еще изобретено, но так как он все со своей стороны сделал, то и Бог также не оставил его. Ведь нельзя же сказать, что Авраам заимствовал религию от отцов, так как отец его был идолопоклонник. Однако происходя от таких предков, будучи варваром, будучи воспитан среди варваров и не имея никакого учителя в благочестии, он познал Бога и всех своих потомков пользовавшихся и законом, и пророками произошел настолько, что и невозможно выразить. А почему? Потому что не слишком заботился о житейском, но всего себя посвятил духовному. Амельхиседек не жил ли в те же времена и не просиял ли настолько, что был назван священником Божиим? Невозможно. Совершенно невозможно, чтобы бодрствующий когда-либо был презрен. Пусть это не смущает вас, но зная, что все зависит от расположения, будем внимательны к самим себе, чтобы сделать нам лучше. Не будем требовать отчета у Бога, испытывать, почему он одного оставил, а другого призвал, так как в противном случае уподобимся отверженному рабу, который с излишним любопытством ходил в домашнее распоряжение господина. Жалкий и бедный человек, тогда как тебе надо позаботиться, как самому дать отчет и умилостивить владыку, ты требуешь отчета в том, в чем сам должен его дать, и оставляешь без внимания то, за что понесешь наказание. Итак, спрашиваешь, что мне сказать язычнику? То, что выше сказано. И ты заботься не о том только, что сказать язычнику, но и о том, как исправить его. Когда он исследует твою жизнь, соблазняется ею, то на основании этого и позаботься, что говорит тебе. Ведь за него, хотя он и соблазняется, ты не дашь ответа, а за жизнь свою, если она принесет вред, ты подвергнешься крайней опасности. Когда он увидит, что ты любомудрствуешь о царстве и тем не менее прилеплен к настоящему, боишься гиены и трепещения здешних бедствий, тогда и позаботься. Когда, видя это, он станет укорять тебя и скажет, если желаешь царства, то почему не презираешь настоящего? Если ожидаешь страшного суда, то почему не презираешь здешних бедствий? Если надеешься на бессмерти, почему страшишься смерти? Когда он предложит тебе такие вопросы, ты позаботься, что ответить. Когда он увидит, что ты, ожидая неба, боишься потери денег, бываешь весьма рад каждой малой монете и за небольшую серебряную монету отдаешь душу, тогда и подумай, ведь это именно и соблазняет язычника. Таким образом, если ты заботишься о своем спасении, доказывая это не словами, а делами, из-за того вопроса никто никогда не хулит Бога, а вследствие худой жизни везде слышны бесчисленные хулы. Потому постарайся исправить ее, так как язычник опять спросит тебя, откуда мне знать, что Бог заповедь заповедовал возможное. Вот ты, будучи христианином, по самому рождению, воспитанной в этой превосходной религии, ничего такого не исполняешь. Что ты скажешь на это? Без сомнения станешь отвечать, я укажу тебе других, которые исполняют именно монахов, обитающих в пустынях. Но не стыдно ли тебе признавать себя христианином и отсылать к другим, как будто ты не можешь доказать того, что и сам ты совершаешь дела христианские? Язычник тотчас возразит тебе, какая мне необходимость ходить по горам и исследовать пустыни? Если невозможно философствовать, живя в городах, то это может быть большим обвинением христианской жизни для осуществления которой необходимо оставить города и бежать в пустыне. Но ты покажи мне человека, который имеет жену, детей и дом и однако же живет благочестиво. Что мы скажем на это? Не придется ли нам потупить взоры свои и устыдиться? Не то заповедал Христос. Но что же, так да светит свет ваш пред людьми, не в горах, не в пустынях, не в непроходимых гебрях. Говорю это не в укор живущим в горах, но и сожаление к обитателям городов, которые изгнали из них добродетель. Потому умоляю вас ввести пустынно жительные любомудрии в города, чтобы они сделались истинными городами, так как это может исправить язычника и предохранить от бесчисленных соблазнов. Таким образом, если хочешь и его освободить от соблазна и себе приобрести бесчисленные и сделай ее во всем блистательную, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего небесного, тогда мы насладимся и будущей неизреченную и великою славою, получить которую расподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.